здравствуйте друзья мне задают постоянно много вопросов по поводу рисовой браги начинающие те кто переходит из сахара на зерно и я хочу эти вопросы все развеять в одном простом видео как поставить брагу на рейсе какой рис выбрать почему именно его какими дрожжами сбраживать что делать потом как перегонять и все остальное постараюсь вкратце и максимально плотно изложить эту информацию начнем с выбора сырья какой рис нужно купить и почему именно такой по правде говоря купить рис можно абсолютно любой главное чтобы вам было это по карману и не было мучительно больно глядя на цены рис любой находится в упаковке упаковка это имеет надпись сколько углеводов содержится в данном рисе в 100 грамм чем больше цифра которая указывает углеводы тем соответственно больше выход напитка из этого риса вы получите но это тоже не факт потому что пленка в которую фасуется рис печатается большими партии там партиями там километрами и лежит у производителя заранее и не всегда соответствует надпись количество углеводов реальной партии риса засыпанный сюда я убедился в этом сам когда ставил насечки сколько там было углеводов вставил на круглозерном рисе длиннозерном рисе и однажды с партнером мы использовали черный рис не шлифованный в оболочке с него получился максимальный выход аэс 650 миллилитров на килограмм сырья из рисовой сечки получается примерно 435-445 450 миллилитров аэс с но выход напитка зависит не только от сырья он также имеет зависимость от способа осахаривания этого риса то есть осахарить его можно дрожжами зерновыми или вискарными вот это дрожжи про зерно которыми мы торгуем либо дрожжами вискарными b12 это английские дрожжи steel spirits либо можно осахарить ферментами жидкими можно использовать дрожжи кодзи можно добавить ферменты жидкие или сухие от этих методов зависит скорость и качество осахаривания и избраживания впоследствии и конечный вкус напитка тоже зависит от этого что такое зерновые дрожжи зерновые дрожжи это смесь спиртовых дрожжей с ферментами ферменты бывают разные они бывают синтезированные из плесени бывают синтезированные из животных желудков животных также их получают из солода скорость брожения зависит от способа постановки браги и степени крупности зерна то есть чем крупнее зерно тем дольше будет осуществляться его осахаривание ферменты его будут медленно грызть медленно выделять из него сахара дрожжи будут эти сахара есть и выпускать этиловый спирт то есть чем крупнее фракция тем соответственно дольше будет происходить осахаривание и брожение как следствие поэтому большинство винокуров покупают рисовую сечку она еще и дешевле пусть на ней с нее выход получается там на 5-7 процентов меньше чем с обычного зерна но это более эффективно более быстро гидромодуль для рисовые браги лучше использовать один к трем с половиной точно один килограмм риса наливать три с половиной литра воды и этот рис запаривать когда мы его запарим и проварим то фракция его уменьшится он станет мельче и легче будет осахариваться ферментами которые находятся в составе зерновых дрожжей у меня емкость пароводяной котел и я буду сбраживать прямо в нем и варить прямо в нем он 80 литров объема я взял 15 килограммов риса и возьму общем 52 с половиной литра воды почему именно так потому что нужно во первых оставить свободное место рис он разварится и станет его чуть больше это раз один килограмм риса занимает примерно 060506 объема литра воды это тоже нужно учесть получается что если мы 15 килограмм риса умножим на три с половиной мы получим 52 с половиной вся два с половиной литра объема считаем 15 умножаем на три с половиной получается 52 с половиной теперь 15 умножаем на 0 5 и получаем что рис весь 15 килограмм займет семь с половиной литра объема воды в нашем в нашем ферментере теперь складываем все это и получается 60 литров то есть для приготовления мне понадобится 15 килограмм риса и 52 с половиной литра воды все это займет объем 60 литров 20 останется свободного места но чтобы приблизить процесс приготовления к общим реалиям я понимаю что пвк есть далеко не у всех я налью от общего объема то есть общий объем мне 52 с половиной литра я возьму 30 литров воды нагрею до кипения всыплю туда этот рис хорошо его там поварю когда температура сама собой опустится примерно ну поварю поварю где-то час-полтора чтобы он хорошо разварился включу мешалку угол нет мешалки можно помешать там веслом как бы или там нержавеющий мешалка или еще какой-то мешалкой короче руками поработать вот и выключу нагрев естественно он сам собой остынет примерно до 60 градусов я долью остаток холодной воды 22 с половиной литра все размешаю и добавлю дрожжи про зерно дрожжи про зерно одна пачка этих дрожжей рассчитана на 8 килограмм зерна ну я насыплю одну посмотрю как это будет бродить если не будет хватать то насыплю еще одну температура в пвк у меня сейчас 72 градуса я сейчас дождусь когда она нагреется градусов до 90 там ее 30 литров сейчас я подсниму вон той камера это вода нагрелась у меня до 95 градусов и сейчас я буду засыпать туда рис вам рекомендую если у вас нет такого оборудования как у меня отдельно подогреть воду залить ею рис хорошо размешать дать постоять самостоятельно опуститься температуре до 60 градусов и потом долить остаток холодной воды чтобы общая температура сусла стала приемлема для внесения добавления дрожжей тэн продолжает нагревать температура опустилась до 80 градусов 65 ну я выключать не буду сейчас доведу до кипения помешаю минут 20-30 и оставлю остывать до 65-60 градусов чтобы долить остаток холодной воды для приближения к реалиям к вашим реалиям в пвк я налил 30 литров воды из-за этого в процессе остывания то есть воды было слишком мало рис эту воду всю в себя впитал и спустя буквально два-три часа когда я открыл перегонный куб то есть пвк в котором это все заваривалось там был такой сплошной комок риса и пришлось доливать холодную воду конечно же все это размалывать раздалбливать потому что это было прямо рисовая каша такая сплошная я добавил туда две пачки про зерно когда температура остыла примерно до 40 градусов вообще у них рабочая температура но они выдерживают до 47 мы когда на базе сбраживаем этими дрожжами в нашем большом пвк мы туда иногда закидываем дрожжи про зерно и они набражают температуру 47 градусов и в принципе в ней работают поэтому в 45 градусов я добавил две пачки дрожжей все это отбродил за 4 дня и начало осветляться как определить окончание брожения открываем крышку емкости ферментера где у нас это все бродит если сверху начало осветляться значит процесс брожения завершён дальше что делать дальше если у нас нет пвк мы сливаем жидкую часть остаток дробины который остается он бывает разный то есть если вы ставили на рисе на обычном круглозерном или длиннозерном он бывает осадок ну достаточно большой там я не знаю там 5-7 килограмм заливаем туда такое же количество воды все хорошо размешиваем и через лавсановый мешок или через сито сливаем в перегонный куб на венофлок рисовую брагу я ставлю далеко не всегда потому что у меня есть пвк сейчас и последнее время я не сливаю с осадка потому что я могу это все перегнать прям так сразу в пвк и и поэтому я так и сделал взял и включил нагрев поставил аппарат и в режиме подстил напрямую на мощности примерно 65 процентов потому что у меня мощность тена четыре с половиной киловатта аппарат у меня на 2 дюйма я перегнал и получил спирт сырец спирта сырца получилось вот вы видите сколько здесь бутыли литров примерно 18 крепостью с поправкой на температуру 39 39 процентов осталось сделать второй перегон отбираем головы на рисовом спирте с рецепт и вот сейчас у меня стоит 40 процентов нагрев вот так примерно капает с этого объема нужно отобрать 700 700-750 миллилитров голов температура пара у нас вот такая 82 и один ну вот и завершился второй перегон я теоретически рассчитал что голов на втором погоне нужно отобрать примерно от 700 до 800 миллилитров но в процессе работы отобрал чуть больше примерно 900 миллилитров потому что ароматика выходящего напитка мне не сильно нравилось рис я уже часть отлил у меня получилось в общем итоге 6 целых семь десятых литра 94 градуса здесь я показываю сколько вот по ариометру температура 20 здесь просто поверьте на слово рис идеально пить конечно же отдохнувшим и у такого подмораживать то есть я его пью в чистом виде именно так он тогда такой тягучий красивый заходит хорошо всегда его делаю 42 45 градусов если пью в чистом виде ну практически нейтральный такой легкий совсем аромат зерна рисового кстати примечательно что когда я перегонял напиток уже второй раз дома весь дом наполнился ароматом рисовой каши почему-то молочный не знаю почему но пахло вкусно вот сейчас у меня в рюмке рисовый дистиллят разведенный до 42 градусов если приглядеться можно увидеть такие слезы небольшие как от коньяка он очень холодный он простоял морозилки больше двух с половиной часов ваше здоровье даже не хочется закусывать вот настоящие напитки закусывать не нужно что я буду делать с этим рисовым дистиллятом разбавлять я его не буду я в следующем видео покажу вам как сделать джин вот у меня два джина новых я про них уже писал и видео небольшое снимал президента презентовал когда он только появился когда его только начал делать это олд том джин и лоджин расти блэйд благодаря тому что у меня скоро будет много очень много виноградного бренди мы снимем видео с александра мазаровым перегоним виноградное сусло перегоним его мы на rbk 2020 она будет ароматная классная бренди и часть этого бренди понадобится мне для того чтобы сделать приготовить вот этот джин потому что в него кроме зернового рисового дистиллята идет 12 процентов виноградного бренди но об этом в следующих видео если что пол том и еллу джин расти блэйд также как и классический джин бомбей есть на нашем сайте озоне вайлберисе и яндекс маркете а сейчас хочу рассказать про ликер начино который я недавно освещал на нашем канале сделанные на виноградном бренди и солодовым виски вот буквально недавно я заказал зеленые грецкие орехи с крыма купил на авито вместе с доставкой вышло примерно 220 рублей позже сниму видео как делать вот этот замечательный ликер начино и его тоже чуть-чуть подморозил и хочу сейчас в кадре выпить за ваше здоровье сегодня же пятница грех не выпить красота я пролил маленько вот ликеров из всех ликеров которые я пробовал это самый классный то есть это и шоколад и табак и карамель и орех и все в этом вкусе главное в этом рецепте не торопиться потому что ликер который я делал на бренде созрел где-то через 3-5 месяцев а ликер который сделан на виске созрел только через полтора года я вообще его хотел вылить потому что он имел аромат 1 соус от соленых огурцов и помидоров сейчас это потрясающий напиток просто обалденный я специально наливаю в такие небольшие бутылочки чтобы они в морозилке быстрее замерзли и потом пью лайфхак всем спасибо за внимание спасибо что остаетесь с нами смотрите наши рецепты не развлекательное видео но надеюсь полезное ваше здоровье какая вкуснятия 45 градусов и даже и не скажешь а а а а а а а